Данная история мошенничества стара как мир. Дистанционные аферисты позвонили мужчине и уговорили его взять кредит в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Ученый покорно их выслушал и убедился, что нужно переводить свои сбережения на безопасные счета. Но все было не так просто. Пожилой мужчина, оформив кредит, покорно отправился к банкомату, чтобы перевести деньги на указанный счет. В отделении банка его приметила сотрудница и заподозрила неладная. Она попыталась остановить мужчину от роковой ошибки и позвала на помощь своего руководителя Елену Геннадьевну. В командной зоне 24 на 7 пожилой мужчина нервно себя ведет и пытается пополнить значительную сумму на банковский счет. После этого я быстро отреагировала, подошла к клиенту, спросила у него уточняющие вопросы, на которые он отмахивался. Он не выходил на контакт, поэтому пришлось даже, я конечно потом извинилась, повысить как-то голос, отодвинуть уже. И уже в момент зачисления денежных средств я уже поняла, что это мошеннические действия. И успела нажать на кнопку завершить, отклонить операцию. Далее банковские сотрудники разъяснили доверчивому мужчине, что это были аферисты. И отправили его в отделение полиции, где он написал заявление, после чего было возбуждено уголовное дело. Ежедневно якутяне теряют деньги, доверившись мошенникам. Сотрудники полиции отмечают самые распространенные схемы. На первом месте это звонок от якобы сотрудника банка, как в этом случае. На втором месте это объявление на известных платформах купли-продажи. Лжепокупатель откликается на объявление и просит оплатить доставку в другой город. Да, также еще вот самое топ-3, да, это известно инвестиции. Но тут в основном пострадавшие сами как бы виноваты, да. То, что переходят опять же непроверенным сайтом, смотрят рекламу, через социальные сети смотрят. И попадаются на уловки мошенников. Чтобы не попасться на крючок недобросовестных граждан, нужно соблюдать три правила. Не сообщайте цифры на обороте вашей карты и коды, которые приходят в СМС. При малейших сомнениях кладите трубку. Далее, если абонент вас торопит, агрессирует или давит на жалость, тоже кладите трубку. Следуйте этим советам и никаким мошенникам вас не обмануть.